Вячеслав Валерьевич, добрый день. Здравствуйте. Первый вопрос у меня такой. Когда впервые появилась идея развивать солнечную энергетику, и как в Гомельской области прошли вот этот путь до сегодняшнего дня, когда у нас появилась самая крупная в стране солнечная электростанция? Идея строительства возобновляемых источников энергии, в общем-то, зародилась в тот период, когда в Республике Беларусь был принят закон нашей страны о возобновляемых источниках энергии. С тех пор рассматривались варианты привлечения инвесторов, которые могли бы реализовать инвестиционные проекты именно в сфере возобновляемых источников энергии. На одном из гомельских экономических форумах в 2012 году, это, в принципе, достаточно знаковое мероприятие для нашего региона, был подписан инвестиционный договор с ирландской компанией BYR Energy на строительство в Гомельской области трех солнечных электростанций. Из них две электростанции планировалось размещать в Брагинском районе и одну в Ельском районе. Скажите, пожалуйста, станция построена в Брагинском районе, в Ельском районе. Что это даст для экономики и в плане развития этих пострадавших регионов? Во-первых, привлечение иностранных инвестиций на Брагинщину дает такой эффект, как поступление налогов в бюджет. Это первый аспект, который может быть, наверное, одним из главнейших является для региона. Потому что поступление в бюджет, опять-таки, повторно дает возможность направить его на те нужды района, которые необходимы именно данному региону. Ну и второй особо важный аспект – это создание новых рабочих мест, связанных с тем, что станцию необходимо обслуживать. И опять-таки это идет через фонд заработной платы, опять отчисление налогов в бюджет и района, и области. Насколько я понимаю, это не последний объект, который будет построен в Гомерской области. Какими вы видите дальнейшие перспективы развития этой отрасли? Кроме тех инвестиционных проектов, которые были запланированы в Брагинском и Ельском районе, принимают участие в развитии сферы возобновляемой энергетики и государственных предприятий. Одним из таких инвесторов является «Беларусьнефть», которая планирует создание, ну, во-первых, даже не планирует, а уже на сегодняшний день создала крупнейшую в республику солнечную электростанцию на базе белорусского газоперерабатывающего завода мощностью 3,7 мегаватт. То есть это, будем говорить, в 2014 году было крупнейшей станцией. И дальнейшее продолжение данного направления заключается в строительстве в Речицком районе на головных сооружениях на въезде в город Речицу, наверное, самой крупнейшей станции мощностью 55 мегаватт. Кроме этого, заключен инвестиционный договор, который находится уже в стадии реализации. Это развитие другого направления гидроэнергетики. В Добрушском районе инвестор «Добргидроинвест» тоже реализует инвестиционный проект по созданию на реке Ипуть маленькой небольшой станции с использованием энергии водных потоков. Печаловый Реч, спасибо за интересную беседу. Спасибо, Иван.